В теме сверления мы сделаем обзор модельного ряда инструментов фирмы Makita, таких как дрели, ударные дрели, миксеры, перфораторы и отбойные молотки. Сверление в материалах производится без удара или ударным способом. Если обрабатываемый материал допускает резку с образованием стружки, используется круговое вращение, то есть обычная дрель. В противном случае применяется абразивная резка инструментами с алмазным сверлением. Сверление с ударом разделяется по принципу формирования удара на механический в ударных дрелях и пневматический в перфораторах. В ассортименте представлены дрели мощностью от 230 до 750 Вт. Большинство имеет регулировку скорости от нажатия на кнопку пуск. Несколько моделей имеют двухскоростной механический редуктор. При этом верхняя граница скорости вращения составляет от 500 до 4500 оборотов в минуту. Это дает подсказку, что не со всеми сверлами, что можно вставить в патрон, дрель будет работать одинаково хорошо. Для наиболее распространенного использования сверления стали рекомендованное применение перед вами. Данные приведены для стали прочностью до 400 МП и скорости сверления до 35 метров в минуту. При сверлении более прочных сортов и сплавов оптимальный диаметр уменьшается. Рекомендуемый режим подразумевает постоянную работу без риска перегрева инструмента и достижение максимальной стойкости сверла. Модель 64-08 – компактная односкоростная дрель с самым высоким отношением мощности к массе. Верхняя часть корпуса выполнена в виде крючка на ремень. Модель 64-13 – односкоростная дрель, имеет эргономичную форму корпуса, улучшающую управляемость и позиционирование инструмента. Оснащена быстрозажимным бесключевым патроном до 10 мм. Самая компактная дрель для точного сверления. Масса дрели – мини-килограмма. Высокая скорость сверления обеспечивает высокое качество просверленного отверстия. Патрон до 6,5 мм. 65-10 – легкая дрель со сниженной скоростью вращения, что дает возможность сверлить отверстия большего диаметра. Верхняя часть корпуса имеет крючок для крепления на пояс. Модель 63-00-4 сочетает комбинацию двухскоростного механического редуктора и электрического переключателя, что дает четыре фиксированные скорости для расширения диапазона сверления. Крутящий момент на валу требует уверенного удержания инструмента. Для этого установлена дополнительная боковая рукоятка. Модели DP-2010 и DP-2011 являются обновленной версией заслуженной модели 6501. При сохранении размеров и массы мощность инструмента удалось увеличить более чем в полтора раза. Добавилась электронная регулировка скорости от нажатия и реверс. Между собой модели отличаются патроном, предоставляя потребителю возможность выбора более подходящей модели. Модели DP-4010 и DP-4011 с двухскоростным механическим редуктором. Кроме того, оснащены предохранительной муфтой, что востребовано при постоянном сверлении крупных отверстий. Линейка однотипных дрелей, отличающихся скоростью вращения. Это позволяет подобрать инструмент, максимально подходящий под постоянное сверление большого количества отверстий одного и того же диаметра. Модель DP-4700 с низкой скоростью вращения. Одинаково хорошо подходит для сверления в стали и для сверления отверстий большого диаметра в дереве. Как и все модели с большим крутящим моментом, имеют дополнительную боковую рукоятку. Дрели-миксеры имеют большой крутящий момент и широко расставленные ручки для уверенного удержания во время работы. Модели могут использоваться для сверления больших отверстий. Модель DS-4010 имеет регулировку скорости и не имеет реверса. 4011 наоборот, фиксированная скорость и есть реверс. Специализированный перемешиватель используют для крепления насадки резьбу, в данном случае М14. Модели отличаются скоростью вращения, в том числе и с двухскоростным механическим редуктором. Низкие обороты позволяют получить высокий крутящий момент и увеличить объем замеса. Высокая скорость уменьшает время приготовления смеси. Текущий ассортимент позволяет выбрать инструмент для большинства работ. Угловые дрели с ключевым патроном более компактны и требуют для работы минимального рабочего пространства. Модели с безключевым патроном позволяют быстрее производить смену оснастки и более удобны. В ассортименте Makita есть и те, и другие. Пользователь может выбрать между аккумуляторными версиями на 10,8 и 18 вольт или сетевую со шнуром. Модель DA6301, хотя и носит название угловой дрели, предназначена для сверления отверстий большого диаметра и для компактности выполнена в такой форме. BDA350 и 351 являются аккумуляторными версиями сетевых моделей DA3010 и 3011. Компактность и возможность работать в ограниченном пространстве накладывают определенные требования к инструменту. Длинный выключатель упрощает управление, а наличие светодиода подсветки рабочей зоны не будет лишним. Есть реверс, что позволяет использовать дрель в качестве отвертки. Есть возможность установить боковую раятку. Конструкция собрана на шести шариковых подшипниках. Более легкая версия с напряжением питания 10,8 вольт. Конструкция корпуса позволяет использовать различные варианты удержания инструмента при работе. На фотографиях внутреннее устройство дрели. В качестве двигателя используется модель RS550 от Mabuchi. После износа щеток меняется двигатель целиком. Конструкция собрана на шариковых подшипниках. В модели с бесключевым патроном дополнительно установлена муфта автоматической блокировки вала до фиксации шпинделя при смене оснастки. Модель с ключевым патроном имеет меньший вылет сверла и позволяет работать в пространстве с меньшими габаритами. Остальные размеры у моделей одинаковы. DA6301 предназначены для сверления больших отверстий. На первой скорости крутящий момент достигает внушительных величин. Для защиты пользователя инструмент оснащен предохранительной муфтой. Для надежного удержания при работе модель имеет большие широко расставленные ручки. Угловая конструкция позволила сделать инструмент компактнее и использовать в том числе в труднодоступных местах. Обе модели 8406 и ДБМ-130 предназначены для сухого сверления алмазной коронкой. Кроме того, модель 8406 имеет возможность сверления с ударом. 8406С имеет двухскоростной механический редуктор, стабилизацию скорости вращения под нагрузкой и плавный пуск. Модель ДБМ-131 может работать с алмазной коронкой сухим способом и с подачей воды. Самая мощная модель ДБМ-230 работает только с подачей воды. Обратите внимание, что сверление в армированном бетоне возможно только с подачей воды, то есть двумя моделями. Все модели имеют предохранительную муфту защиты от заклинивания. Модели ДБМ-130 и 131 отличаются наличием подачи воды у последней и возможностью работать с армированным бетоном. Инструментом можно сверлить с рук. Отверстие диаметром до 82 мм. Более крупные необходимо сверлить с использованием стойки, поставляемой отдельно. Кроме предохранительной муфты имеется также электронная защита от перегрузки двигателя. От перегрева двигатель защищает термическая защита. Модель СУ-31 с подачей воды оснащена устройством защитного отключения на 10 мА для защиты пользователя от поражения электрическим током. Модели имеют шпиндель с резьбой М18. И для использования наиболее распространенных коронок с внешней резьбой 1,2 дюйма необходимо использовать переходник P42-151. Этот переходник имеет вторую, внешнюю резьбу 1,1 дюйма под другой стандарт коронок. Изготавливаются модели в Германии. Модель ДБМ-230 СЭТ поставляется в комплекте со сверлильной стойкой, позволяющей сверлить отверстия под наклоном к поверхности. Модель имеет трехскоростной механический редуктор, что расширяет диапазон используемых коронок. Шпиндель имеет две резьбы, внутреннюю 1,2 дюйма и наружнюю 1,1 дюйма. Модель оснащена с защитами двигателя от перегрузки и перегрева, механической предохранительной муфтой и устройством защитного отключения. Изготавливается модель в Германии. Ассортимент дрелей с ударом широк и включает в себя 1 и 2 скоростные модели. Все модели имеют и электронную регулировку скорости от нажатия в кнопке пуск и реверс. Односкоростные модели представлены дрелями в монокорпусе из двух половинок и моделями, имеющими отдельную крышку редуктора. Первая конструкция представлена моделями 16-20 и 16-21 и их обновленными версиями 16-40 и 16-41, имеющими более мощный двигатель. Вторая конструкция модели 16-30 и 16-31 с крышкой редуктора из алюминия. В двух скоростных дрелях на базе самых простых моделей 20-30 и 20-31 выпущены обновленные 20-32 и 20-33, имеющие корпус редуктора из алюминиевого сплава. Старшие модели имеют предохранительную муфту защиты от заклинивания. Базовая модель 20-50 и 20-51. В моделях 20-70 и 20-71 добавлена стабилизация оборотов, плавный пуск и предустановка скорости. Применение отдельной крышки редуктора в модели 16-30 позволило улучшить отвод тепла от редуктора и повысить жесткость корпуса. Кнопка пуск имеет регулировку предустановки верхней границы скорости вращения. Модель имеет эргономичный дизайн и мягкое покрытие корпуса для удобства удержания. В модели 16-40 реверс осуществляется поворотом щеточного узла. В моделях с буквой F имеется светодиод подсветки. Корпус имеет эргономичную форму и мягкое покрытие для удобства удержания. Модель 20-70 в техническом плане является самой насыщенной дрелью. Реверс осуществляется поворотом щеточного узла. У модели с литерой F есть светодиод подсветки. Регулировка предустановки скорости вынесена на верхнюю часть корпуса. Рядом с колесиком находятся два индикатора. Питание с индикацией зеленого цвета и индикатор перегрузки, загорающийся красным цветом. Ассортимент перфораторов у Макиты очень широк и представлен несколькими десятками моделей. Для каждой модели есть свой оптимальный диапазон сверления. И рекомендованные значения показаны перед вами в таблице. Раздельные линейки двух- и трехрежимных перфораторов 2020, 24-40 и 24-00 в свое время сменила модель 24-50. На ее базе была выпущена модель 24-55 с D-образной ручкой. В следующей модели 24-70 учтены выявленные недостатки и пожелания покупателей. Появился ревер с поворотом щеточного узла. Заменена смазка в редукторе на более жидкую. Для повышения герметичности редуктора применена новая система уплотнения. Переключатель режимов работы защищен от удара выступом на корпусе. С меньшей мощностью выпущена модель 22-30 с двумя режимами 24-60. С D-образной ручкой 24-75. Кроме того, выпущен ряд аккумуляторных версий. 18-вольтовая 202 и 241, 36-вольтовая 262 модель. Кроме работы буром, сетевые модели могут работать с коронкой по неармированному бетону диаметром до 54 мм. Попытки работать с коронкой большего диаметра приводят к ускоренному износу перфоратора. Для легких монтажных работ выпущены модель 18-30 и аккумуляторная версия 162. Появилась ее более свежая версия, выполненная по технологии XPT. 165-я модель на 18 вольт и 164-я на 14 вольт. Новая конструкция применена в перфораторах следующей серии. В нее вошли трехрежимные модели 2610 и 2611 с системой АВТ. Двухрежимные 2600 и 2300. Новая конструкция позволяет работать с коронкой диаметром до 68 мм. На базе 2610 выпущен аккумуляторный аналог 242-я модель. Перфоратор SDS Plus вертикальной компоновки представлены двумя линейками с диаметрами сверления 28 и 32 мм. В линейку 28 мм входят двухрежимный 2800, трехрежимный 2810 и трехрежимный 2811 с фиброгасящей рукояткой. Последний выпускается также с возможностью замены патрона на сверлильный для работы обычными сверлами и имеет в артикуле букву Т. В линейке 32 мм трехрежимные перфораторы базовой 3200 и с системой АВТ 3210. Имеется версия со сменным патроном с литерой Т. Сводные таблицы перфораторов с техническими характеристиками. Модель 1830 и ее аккумуляторная версия модель 162 являются легкими монтажными перфораторами с оптимальным диаметром сверления от 5 до 8 мм. Модели имеют два режима работы – дрель и перфоратор, повышенная скорость вращения и количество ударов. Модели 164 и 165 – более свежие версии модели 162, получившие защиту XPT от влаги и пыли и имеющие более высокие значения скорости вращения и количество ударов. Кроме того, удалось немного снизить уровень вибрации. В модели 202 и 241 – аккумуляторная версия перфоратора 2470. Отличаются формой корпуса. Для защиты аккумулятора используется система Star Protection. Подсоединение аккумулятора к инструменту происходит с использованием демпфера, защищающего батарею от вибрации во время работы. Модель 262 – аккумуляторный вариант перфоратора 2470 с напряжением питания 36 В, что позволило получить выходную мощность, сравнимую с сетевым вариантом. Задняя ручка закреплена через демпфирующие пружины, что позволило снизить уровень вибрации. Выпускаются адаптеры, позволяющие питать перфоратор от двух 18-вольтовых аккумуляторов. Для облегчения инструмента выпускается адаптер для вынуса аккумулятора на поясной ремень. Новое поколение перфораторов представлено четырьмя моделями – двумя двухрежимными и двумя трехрежимными. Двухрежимные 2300 и 2600 отличаются мощностью. Трехрежимные 2610 и 2611 отличаются наличием системы АВТ. Применение системы АВТ потребовало перекомпоновки редуктора, в результате чего переключатель режимов переехал с боковой поверхности на нижнюю. Переключение режимов требует соблюдения определенной последовательности, указанных на чемодане и на наклейке на корпусе инструмента. Несоблюдение этого условия может привести к выходу элементов редуктора из строя и не позволяет регомендовать модели к покупке пользователям с низкой квалификацией. Для высококвалифицированных пользователей эти модели расширяют возможности и продолжительность работы. В комплектации с буквой Т поставляется сменный сверлильный патрон фирмы РЕМ с губками, имеющими вставки из твердого сплава. С новыми моделями поставляется пылесборник для работы с бурами длиной 160-200 мм. Использование конструкционных решений, применяемых в более мощных моделях, передний шариковый подшипник, роликовая предохранительная муфта, позволили увеличить рабочие нагрузки, в частности, увеличить разрешенный диаметр коронки по бетону до 68 мм. Система АВТ позволила увеличить время работы на 80%. Конструкция изменилась в сторону еще более легкого и быстрого ремонта. Двигатель выполнен с защитой от абразивного износа, специальной заливкой зигзаг на роторе. Модель 242 является аккумуляторным вариантом перфоратора 2610. Использована система Star Protection защиты и демпферное крепление аккумулятора. Снижен уровень вибрации по сравнению с сетевой моделью. Переключатели режимов находятся на боковой поверхности. Линейка легких L-образных перфораторов состоит из трех моделей. Двухрежимного 2800 и трехрежимных 2810 и 2811. Отличие между ними в задней ручке, закрепленной через пружинный демпфер. Это решение определило меньший уровень вибрации у модели 2811. Старшие модели 3200 и 3210 позволяют выжать максимум из того, что возможно передать системе SDS+. Модель 3210 оснащена системой АВТ, что позволило увеличить время работы более чем в три раза. Текущий ассортимент перфораторов с патроном SDS Max состоит из нескольких групп с максимальным диаметром бурения 35, 40, 45 и 52 мм. Каждая группа состоит из моделей, отличающихся уровнем вибрации и безопасным временем работы. Как видно по таблице, системы снижения вибрации значительно увеличивают безопасное время работы. В последних моделях время безопасной работы достигло 8 часов, то есть сравнялось с продолжительностью рабочей смены. Модели с ручкой без вибропоглощения имеют дополнительный выключатель с фиксацией для долговременной работы в режиме отбойного молотка. У модели с вибропоглощающей ручкой выключатель один, без фиксации. Наличие светодиодной индикации позволяет определить наличие питания и необходимость замены щеток заблаговременно. Автоотключение щеток позволяет сохранить коллектор двигателя от повреждения. Предохранительная муфта защиты от заклинивания в настоящее время является обязательным элементом на всех моделях перфораторов Макита. Для снижения уровня вибрации применяется отключение удара на холостом ходу. Модели 3540 и 3541 под хвостовик SDS Max выпущены на базе моделей серии 3200 под хвостовик SDS Plus и поэтому являются редкими представителями перфораторов с хвостовиком SDS Max, имеющими три режима. Для использования в качестве дрели применяется сверлильный патрон с соответствующим хвостовиком. Между собой отличаются наличием в модели 3541 системы АВТ и светодиодной подсветки. Три модели с максимальным диаметром сверления 40 мм отличаются уровнем защиты от вибрации. В моделях 4010 и 4011 добавлена система АВТ. В 4011 дополнительно установлена ручка с виброзащитой, из-за чего убран второй скользящий выключатель для фиксации в режиме отбойного молотка. Модель 4013 обладает минимальным уровнем вибрации, позволяющим использовать перфоратор в течение 8 часов в день. Этого удалось добиться с помощью новой конструкции системы АВТ и использования режима Soft No Load. Три модели с максимальным диаметром сверления 45 мм отличаются уровнем защиты от вибрации. В моделях 4510 и 4511 добавлена система АВТ. В 4511 дополнительно установлена ручка с виброзащитой, из-за чего убран второй скользящий выключатель для фиксации в режиме отбойного молотка. Три модели с максимальным диаметром сверления 52 мм отличаются уровнем защиты от вибрации. В моделях 5210 и 5211 добавлена система АВТ. В моделях 5211 дополнительно установлена ручка с виброзащитой, из-за чего убран второй скользящий выключатель для фиксации в режиме отбойного молотка. Модель 5212 – это новейший перфоратор с уровнем вибрации значительно меньше, чем в предыдущем поколении. Новая система АВТ и использование режима Soft No Load позволило увеличить время работы почти на 93% по сравнению с 5211. Отбойные молотки с патроном SDS Plus не обладают достаточной энергией для разрушения конструкций, и их основное назначение – удаление старых покрытий, облицовочных материалов и подобной работы. Модельный ряд на данный момент составляет две модели – 500 и 1820. Модель 1820 выпускается в двух исполнениях – с буквой L в артикуле, оснащен колесиками и длинной ручкой для работы без наклона при удалении покрытий с пола. Компания Makita выпускает отбойные молотки с патроном под SDS Max в нескольких группах с различной энергией удара. В каждой группе есть базовая модель и модель со сниженным уровнем вибрации за счет применения системы АВТ и использования режима Soft No Load. Модели 0870 и 0871 5-килограммового класса с энергией удара около 11 джоулей применяются для работы со стеновыми перегородками между помещениями. Применение системы снижения вибрации в модели 0871 позволило увеличить время работы более чем в два раза по сравнению с 0870. Модели имеют регулятор количества ударов, стабилизация оборотов двигателя под нагрузкой, плавным пуском и сервисными светодиодными индикаторами. Модели 1101 и 1111 7-килограммового класса имеют энергию удара около 17 джоулей, что позволяет работать с межэтажными перекрытиями и конструкциями с аналогичной прочностью. Применение системы снижения вибрации в модели 1111 позволило увеличить время работы почти в три раза относительно базовой модели. Модели 1203, 1213 и 1214 позволяют реализовать максимум, что позволяет восставить SDS Max. Энергия ударов достигает 25 джоулей, что позволяет работать и с фундаментными конструкциями. Модели 1213 и 1214 оснащены системой снижения вибрации, что позволило увеличить время работы в разы больше базовой модели. Между собой отличаются формы корпуса. Модель 1214 удобнее при работе с горизонтальными поверхностями, а модель 1213 удобнее при работе с вертикальными поверхностями. При высокой энергии удара используется инструмент с патроном в виде шестигранника, так называемый HEX. Макита выпускает отбойные молотки с патронами под шестигранники 28,6 и 30 мм, с энергией удара 27, 33, 46 и 63 джоуля. Модели 1304 и 1304B различаются патроном. У модели 1304 патрон шестигранник 30 мм, у модели 1304B 28,6 мм. Модели 1307 и 1317 насыщены электроникой, регулировкой поддержания оборотов двигателя, плавный пуск и сервисные индикаторы питания и износа щеток. Модели отличаются патроном. С буквой B в артикуле имеет шестигранник 28,6 мм, без буквы 30 мм. Модели 1317 дополнены системой снижения вибраций АВТ и Soft No Load, что дает им более чем двукратное увеличение времени работы. Модель 1400 исполнена с патроном 30 мм. Используется для разрушения дорожных покрытий и конструкций. Оснащена щетками с автоматическим отключением и требует периодического добавления смазки в механизм. Модели 1801 и 1810 самые мощные из отбойных молотков Макита. Исполнены под патрон 28,6 мм. И различаются наличием у 1810 системой снижения вибрации. Инструмент тяжелый, и для его перевозки используется поставляемая отдельно транспортировочная тележка. Мы завершили обзор инструментов Макита для сверления, перемешивания и долбления. Если у вас есть вопросы или пожелания, напишите нам по адресу, указанному на слайде. На нашем сайте вы можете ознакомиться с учебными материалами на другие темы. Продолжение следует...